Программа из глубины И вот наконец Анатолий пришел И наконец Анатолий пришел Это тот самый Анатолий Который сейчас живет в Америке И как бы Давай споем ее всемирское Бывший барабанщик Пургена А сейчас как у тебя вообще дела И что вообще-то происходит Да нормально все Еду домой С прекрасного города Сан-Парксис Ты прославляешь Трампа? Ну то есть ты прославляешь Трампа? Да естественно Как как можно его не прославить? Великий что называется человек 21 века Не ну а как прославляешь Трампа? Ну вот прославь нам Трампа как вот че-то прям Слушай ну Как бы его так прославить-то Более культурно что называется Ну давай это просто будет слава Трампу Ну и хорошо Ну и хорошо Слава Руси Слава Руси Слава Руси Слава Трампу Слава Трампу на Руси Вот так вот Россия Пытается осуществлять вмешательства В выборы в США Запланированные на 20-й год Как утверждает Мюллер Секретус вам скажу Да Обязательно будем это делать Только вы никому не говорите Сейчас тут как бы эти Корновирные дела Почему ты не носишь маску например? Слушай Ну я же сейчас сижу С прекрасным грузовикятом В общем-то маска А у тебя там зашторкает то место Где-то можно поспать Или где-нибудь сохранить Мертвую шлюху Это сонтик да Ну вот Но как говорится шлюхи Любые живые в Келиконе Они не очень уникальные Вот поэтому Собственно говоря Сохранять там никого не будет Вот Нет ну если чтобы все понимали Как бы что сейчас происходит На самом деле как бы Анатолия Это как бы бывший Супер барабанщик группы Пурген А ныне как бы Отличный житель Как бы Города Калифорнии Город Калифорнии есть такой Что я не знал Ну да Ну по поводу отличной я не знаю Но какой-то там барабанщик группы Пурген Какой-то там по счету А как ты как бы вообще как бы отмечаешь Ну ту позицию свою Ну допустим Ну вот был барабанщиком группы Пурген Теперь в Америке как бы А сам Руслан как бы не жалует Вообще подобные вещи Ну как-то так вот Что жалует Руслан Мне заодно неинтересно Поэтому на этом даже пути нашлись Не-не-не-не-не-не Как ты сам отмечаешь Что ты как бы специально это вот сделал На зло На зло как бы То есть как бы Ну панк Панк это протест Ну панк это протест Конечно конечно Видишь что это самое Ты знаешь как 12-летний подросток На зло блять Кому-то решил Уехать через океан А конечно на зло Как еще это может быть Только так Эй пацаны Я написал песню Называется Пацаны я вас ненавижу Пацаны я вас ненавижу Козловые пацаны Да Так сказать Протест Так что Собственно говоря Мне кажется Охуел даже сам Не ну а смотри Как бы Допустим Вот есть такая игра GTA Допустим Да Там Типа по городу Америки Как бы Слоняются Всякие черти Как бы И друг друга убивают Вот Как ты считаешь Как бы это вот На самом деле так происходит Или Полный бедеж Ну конечно Все части GTA Которые Происходят Стопотипы Реальных городов Полностью Отражают Все происходящее В этих городах Ну Естественно Что там Его не потрофировано В целом Но во всяком случае Мы не будем Насходить На какие-то Старые части Но Человек Который Скажем так Много провел Времени За игрой В GTA 5 Достаточно Комфортно Будет чувствовать В городе Калифорния Село Лос-Анкес Вот Ну а что для этого нужно делать Как кого-нибудь больше убивать Или наоборот Как бы никого не убивать Не я думаю Нужно никого не убивать Просто быть хитрым Действовать За счет других Вот И в общем-то Ну зарабатывать деньги И выполнять миссию Какую-то Какую-то миссию А какая у тебя У тебя миссия Слушай Ну вот сейчас У меня миссия Такая Что У меня Полная Полная Путка грузовика Чужого Парахла И вот Вот это Парахло Мне нужно отвезти Из Города Сан-Франциска В город Посадочек И из-за этого Получить Денежку Честно Заработать Можно было Такое Как бы Дополнение К GTA Как бы Сделать Что Вот Как бы Поработайте Бывшим Барабанщиком Бургена Слушай Но В GTA Есть По-моему Какая-то Тема Выполнять Как-то Типа Работать Ментом Или Работать Пожарником Точно Так же Я думаю Скорость Сделает Так Что Можно Будет Работать Водителем Не Ну Допустим Если Допустим Миссия Одеться В женское Платье Например Как Так 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 Слушай В GTA 5 Постоянно Персонаж По имени Какой-то Фревор Который Адский Роддай Все время Бухой Просыпается В женском Платье Вот Со мной Конечно Такого не случалось Никогда Я думаю Я думаю Я думаю Положительно Это Суть Почему Почему Вы Собственно Говоря Нет Ты Не стремаешься Но В Калифорнии Это Все Можно Это Конечно Нет Понимаешь Наоборот Спокойно Абсолютно Как бы Гей ЛГБТ Толерантный Штат И В общем Ты будешь Валяться Пьяное Говно В женском Платье То есть Ты уже Можешь Быть на 100% Увереный Что Например Тебя Не изнасилуют Гей Вот Подумай Какая-то И какая-то баба Пухая Спит Думаю Ну Я так Пойду Лучше Мужика И все И нормально Можно спать Нет Вполне Может быть Такое Что У тебя Примут За вокалиста Ноуфэкс Скажут Ооо У нас Под окном Короче Пьяный Вокалист Ноуфэкс Спит Как бы Типа Давайте Его Накормим И Пускай Он нам Песню Какой-нибудь Поет Там Допустим С Новым Годом Поздравит Я думаю Такое Тоже Возможно Мне кажется С его репутацией Докормить его Могут Раз и с Говном Вот А что Такая Плохая Репутация Ну Так У него Репутация Сильно Испорт После того В случая Как Он Шупил Про Стрельбу Вегаса Я был В общем-то Прямым Свидетелем Произошедшего Ну Так Олег Статурится Похожей С Европой И Лишнего Сказать Порой Нельзя И В принципе Да То есть Из там 15 тысяч человек Которые были свидетели В этого разговора Я думаю Что Процентов 85 Чутку Отземлили Все Все Пожрать Вот Но Остальные 15 Естественно Подгорели Пуканы Ну Почему бы Нет Да У них Подгорели Пуканы И Пошли Волна Гонений На Группу Град Что Типа Вон Мол Они Такие Не Уважают Погибших От Бандитов Ну И Вот Это Вот Все Ну В общем Да Но FX В Родной Калифорнии Особенно И В принципе В Штатах Собежал Гораздо Меньше А Конкретно А конкретно К Подмайку Особо Куевые Отношения То есть Если В Инстаграме Смекнуть Большими Таким Пабликами Когда Появляется Какая-либо Информация О группах FX То есть В комментариях Начинаются Души Адские Срачи По поводу Того Что Подмайк Кудак Подмайк Сот Говна Подмайк Топков Подмайк Се Ну Фу Как Некультурно Ну это Как Рэп Баттл Как бы Давайте Что-нибудь Такое Обсудим Чтобы Нам В форуме Было бы О чем Попейдеть Ну Видишь Это Такой Рэп Баттл Как Игра В одни Ворота Получается Что Волна Один Лишнего Пизданул Ну Я не знаю Что он На Бухле На Тепрессанты Ну потому что в принципе вещь кто сказал Реально такую Она как бы потешная Да Эта Положеночка Но Просто это было еще на волне Такой знаешь какой-то Американской Скорбе что ли И Буквально И в том же городе То есть возможно там Где-нибудь пошутил Вот так В Нью-Йорке Да Про Вегас И все бы сказали Ха-ха Там типа Да ладно Че А здесь видишь Ну все равно что Не знаю там В Песлане Пошутить Про Школу В Песлане Знаешь Вот такое И то есть совершенно Логично То что Против него Сначала Ополчились Все так сказать Жители Лас-Вегаса Ну Как присутствовали Ну как присутствовали Это огромная Площадка В центре города То есть Это звучал микрофон И в общем-то Я думаю Даже прохожие Могли Все эти телеги Вы слышали Такие А кто это А это группа Ну и всегда Вайп Поливать их Говно Такое Ну это же Как бы Хайп Ну хайп Ну хайп Конечно же Хайп Ты знаешь Во-первых Я тебе могу сказать Что слово Хайп Используется Мне кажется Только в России Здесь вообще Такого слова Нету И этим Глаголом Никто не оперирует И вообще Очень Знаешь Странно На это смотрят Ну Устаревший Наверное Да И Знаешь Ты знаешь Честно говоря Я уехал Четыре года назад И В русском языке Появилось Только Новое слово Вот недавно Значит Было обсуждение Слово Пофлексу Что это такое Я честно Я не понимаю Ты знаешь Слово Пофлексу Ну то есть Рэп Какой-то Чудор Да Ну да Это что-то Свято С рэпом Просто Ну Я так Понимаю Что Ну Если Глагол Плекс Перевести Как Типа Растягивать Такой Один Возможный Вариат Перевод Оттягиваться Как Тут Даже Растягиваться Я не знаю Но По-моему Это уже Такое Как Это Английское Слово Появившееся В России То есть В Америке Так Не говори Пойдем Пофлексу То Или Наш Производ То же самое Со Слово Хайп Вот И Возвращаясь Так сказать К теме Хайп Я повторюсь Возможно Грубо Какой-то Хайп Если бы Разлучал В другом Месте А здесь Получился Наоборот Хайп Не Ну А смотри Как бы Вот Когда Ты Вообще Как бы Заехал В Америку Ты Вообще Чем Чем Занимался Ну Мы Сейчас Отстранимся Немножко И от Хайпов И от Музыки Просто Как У тебя Получилось Чисто Заехать Просто Простым Русским Парнем И сесть На этот Грузовичок Сзади Которых У тебя Как Какая-то Вот Там Ширма За которые Можно Какую-то Шлюху Даже Как Мер Провозить Ну Теоретически Да Можно Да Никак Я приехал Не с желанием Снимать Слева Звезды Если Такое Я приехал Нормально Работать Работать Деньги И жить Спокойной Жизнью Американцев Скажем То есть Меня Получно Устраивает Американский Дикторитет И то Против Чего Собственно Говоря Всю Жизнь Выступает Руслан Пурген Ну Это Знаешь Типичный Пример Россиянен Который Поливает Говном То О чем Понятия Не имеет И В общем-то Никогда Это не видел И скорее всего Вряд ли Увидит Но Говном Это Полить Надо Обязательно Руслан Давай Давай Поливай Давно В Америку Вот А Вы Преплачь Это Знаешь Как недавно Когда я Наткнулся На какое-то Видео О группе Металлика Что Типа Их Проспансировало Американское Правительство Чтобы Якобы Типа Группа Из ниоткуда Резко Появилась Резко Стрельнула И Стала По факту Единственной Американской Стадионной Кэмби-метал Группой Вот Которая Но Никто их успех Не повторил Не повторил Как был Как бы Янгганс У нас Помнишь Янгганс Была такая Группа Янгганс Свои среди чужих И чужие Среди своих Едва ли Не единственная Рокгруппа Принимавшая Участие В нашей Попсовой Передаче Ну Янгганс Это Да 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 Это Как бы Тоже Продюсинский Проект Зосимский Проект Вот Кстати Стрель Янгганс Возродил Да 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 Вот Ну Честно говоря Мне Что Мне Тогдашний Янгганс Не очень Нравится Что Мне Теперешний Ну Люди Работали На Ебейс Как бы Типа Ну Можем Метал Делать Давай Сделать Метал Давай Сделать Метал Я Знаешь Я Б Я бы Сказал Ну Да Я бы Сказал Что Это Как Парк Горьков Распансированный Например Микоянов Вот То есть Конкретно Министерство Культуры Совка Зарядили Парк Горькова На Прорыв В Америке Ну То есть Что-то Получилось Просто Видишь Из-за Больших Возможностей У Американцев Виталия Дотолкнули Глубже Вот Они Доиск Порно Плаву А Парк Горькова Ну Как Сказать Ну По крайней мере Хит у них Был же У них Хит То Был Ну Парк Горьков Вомбары Китов Да даже Не пары Хорошие песни Много Много У них Ну Если Это Раскрутить Как Следует Как Везде В газете Напечатать Понятное Дело Просто Видишь Американское Правительство По Теории Заговора В Металик Вложили Кучу Делег Они Везде Светились И это Было Постоятно А видишь А про Парк Горькова Там Ну Типа Горбач Проспонсировал Не знаю Пару лет А потом Сказал Ну В общем-то Накер И буду Их Фонсировать Вот Получается Для того Чтобы Все это Понимать Нужно В Америку Уехать И Сразу Все это Понимать А у нас Получается Что-то Никто Это И что-то Не понимает Как Получается Ну Видишь В Теории Заговор Руслану Кургенову Все зло Исходит Из Америки Вот Поэтому Здесь Как-то Знаешь Более Как-то Сказать Такой Более Массивный Рупор По Распространению Верз Информации Вот А коронавирус Коронавирус Тоже распространяет Американцы Конечно же Да Через все эти 5G Не забудь Я тут Недавно Увидел Что В Австралии Какие-то Там Персонажи Пошли громить 5G Вышки Ссылаясь На то Что Через них Распространяется Коронавирус А у вас Наверка Как-бы Говорят Что это Русские Распространяет Его Да Не В коем случае Все Гонить Идут На Китай Но Знаешь Как Гуляется Коронавирус Настолько Идиот Где-то Где-то Разговоры Что Я Честно Говорю У меня Никакого Зла Не Про Это Вести Диалог Это Просто Одно Могу Скать Одно Это Все Ровно Хорошо Отбросим Все Приколы Которые Мы Решили Что-то Поджать У нас Поджать Ни 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 Получилось Просто Можно Спросить Просто Ты Сейчас Вообще Музыкально Это Деятельность Ты занимаешься Господи Дорогой ты мой человек Я Занимаюсь Деятельностью Только музыкальная Деятельность По причине Вышеуповянутого Коронавируса Вся пошла Пизде И В общем Я Наконец-то Нашел Нормальную группу С которыми Да Да Футбол Как Говнари Такие Очень Красиво Подворотни Сфотографировались Это Я Прямо Ценная Ценная Классная Понимаешь Люди Выглядят Как Положные Как Говнари Я Там Хорошо Я Тоже Говнарь И Получился Такой Нормальный Союз Говнарей Играющий Относительно Неговнарскую Музыку Понятно Видишь И Получилось Так Что Вот Только Пошла Волна Через Реально Постоянные Концерты Группа Подписана На Достаточно Большом Лейбле Вот Сейчас В конце Мая Должен Быть Достаточно Большой Тур И Из-за Этого Дерьма Все Пошло По Песне Нет Слушай Получается Это Не Только У нас В Москве Вонючие Даже У вас Вонючей Калифорнии Тоже Все Вот Так Ты Представляешь Насколько Вонючие В Москве Ты Еще Видишь Что За Крепт Ножник Пойдет Еще Холод И Более Менее Воня Сдерживается Здесь Жара Постоянная И Получается Что Люди Ну Мало Того Что Люди Воняют А Все Говнари Они Воняют Воня То есть Когда На Улице Коронавирус Причем Коронавирус Он же Гибнет При Хорошей Погоде Теплой Я Тебе Говорю Про Вонючих Говнарей Ну Вот Хотел Вонючих Говнарей Я тебе Рассказываю Я В совокупности Пытаюсь Все Вместе Соединить Как Б Текущая Ситуация Как Ситуация Такова Что Коронавирус Не дает Говнарям Играть Говнарскую Вот Собственно Говоря И все Не Ну А смотри У вас Как Там Получается Есть Такие Сады Ну То есть Как Что Сады То есть Как У каждого Там Частная Территория И Как Всегда Это Было Принято В Калифорнии Вот Когда Ты Как Была У себя Вот В саду Вот На Берешь Короче И Мутишь Например Дичейший Концерт Например Счет Такого Что-то Нельзя Мутить Как Ну Да Потому Что Андеграунд Ну Чисто Андеграунд Обратно Назад Назад 90 Что Называется Ну Это Опять Видишь Массовое Скопление Людей То есть Я думаю Можно Попробовать Допустим Есть Ну У меня Знакомый Он У него Огромный Особняк То есть Там Реально Трехэтажный Дом 7-8 Спален Это Называется Поместье Бедных Детей То есть Кур Китс Мэнши Вот И Теоретически Теоретически Но я Просто Не особо Заним Ну И Башейн И Башейн Понятно Дело У него У него Там Есть Все Вот Все Что Знаешь Как Это Выглядит Как Жирный Такой Очень Жирный Том С Большой Территорией Со С Всей Гуйней Ну И При этом Он Неформал Он При этом Неформал Да При этом Он Такой Как Типа Панк Он Работает Я так Понимаю Типа Как Директором Тех Директоров У Гленна Дензига И Соответственно Бискетс Вот Он Зачтел Типа 8 Комна Это Реальный Сквот Но То есть Сквот Такой Как Сквот То есть Он Со С С С Берет Деньги Вот Типа Ну Нет Ну Да И При Этом Он Устраивает Там Концерты Ну Почему Нет Я Честно Говорю Ты Знаешь Ты Мне Честно Напомнил Как Раз Надо Последить Что Там Происходит Потому Что Теоретически Там Можно Запустить Любой Угар Потому Что Это Его Частная Собственность Дом В аренде Ни 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 Ничего Дом Просто Его Вот И На Совершенно Законных Основаниях Ну Там Происходили Послухом Просто Пиздецы То есть Там Оставилась Сцена Играли В том числе Какие-то Достаточно Известные Группы Вот И Народу Собиралось Так Знаешь Чуть Типа 600 Голян То есть Такой Реальный Блядь Как Пан Гуган Вот Ну Заканчивалось Вроде Как Тоже Там Все Вязало То есть Классическим Потому Ну Естественно Кому Нахер Надо Каким Менты Приезжают Конечно Есть Правила 11 часов Вот И По большому счету После 11 Шуметь нельзя Вот До 11 Где приезжает Мент И ты ему Говоришь Мент Иди нахуй Просто И все Что ты мне Блядь Спешаешь Я хочу Угорать Спокойно Вот Мой дом Все хочу То и делаю Я вот тебе Клянусь В 11 вечера Все Здесь никого Не будет Ну Вот Знаешь Там Законишь Ли А не в 11.05 Народ Бьяный Начал Расплядаться Приехали Копы И все Там Капот Позабирали Что же Нужно Планы Выполнять Это же Не только Вражес Такая Дермина Ну Вот А чё ты Не стал Полицейским Чё ты Не стал Полицейским Чё ты Не стал Полицейским Полицейским Хорошо ДНК Быть Не нужно Быть Я тебе Чё Пьян Что Ха Короче Я вспомнил Однажды Я принимал участие На празднике жизни И Это было Очень стрёмно Блядь Очень Куёмо В районе Он Ну Мало того Что Там Была Опасность Того Что Появятся Копы Плюс Ко Всему Там Была Опасность Того Что Просто Блядь Прият Какие Мандосы И Нехер Там Постреляют Вот В общем Мы играли На дне Рождении Одного Человека С новой Группой Своей Это Было С моей Самой Первой Группой Вот И Значит Мы Спрашив Это Хардкор Или Что Это Было Такой Типа Да Калифорний Конфор Пак Ут 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 По полной Программе И Еще Даже Немножко Прям Кут Кут И Значит Я Спрашиваю Своих Типа Человек Мы Поскольку Играем На И Мы Играем Пол Первой Ночи Это Как Я Его Знаю Ну Приезжаем Куда Происходит Какой Форменный Пиздец То И Угорают Ну Кто Как Ты Можешь Так Угорать Я Говорю Подхожу К этому Челу Спрашиваю Бля Как Не Смог Уграть Форм Первой Ночи Я Говорю Там Менты Вот Так Специально Вы Начинаете Играть Форм Первой Ночи Чтоб Приехали Менты И Угорали Я Так Думаю Не Хватит А Я Еще Тогда В Статусе Туриста Я Вот Только Приехал Я Думаю Бля Какая Стремная Затея Но Как Знаешь Все Обошлось То есть Копы приехали Они Приехали Когда Мужи Отыграли И Я Уехал Домой Такая Смешная История Была Ну Это Пиздец Вообще Ну Ты Тогда Только Прописывался Как Б У Тебя Даже Работы Не Б Б Не Но Работы Я Начал С самого Начала А Сразу Как Получилось Что Ты Сразу Заехал И Сразу Нашел Работу Даже В Москве Не У Многих Так Получается Таджики Ездят Сейчас На Тракторах По Районам Собянин Их Посадил На Трактора Как У Вас Получается В Калифорнии Ну Это Так Называемое Русское Братство Ну Есть Так Ну Есть Так Да Конечно Конечно Главное Чтобы Не Зиговать Если Зиганул То Все Слушай Ну Здесь Как Вообще Такого Нет Я Понимаю Я Я В Курс Я Здесь Есть Упертые Гитлерофилы Которые Прям Вот Ну Это Понятно Походят Персонажи Все Нахуй Исрисованы С Персонажи Забитые Таким Крестецом И При этом Я Несколько Раз Видел На Всяких Путов На Парк Фестивалях А На Ни Просто Смотрят Как На Какое-то Отрепие Такое Типа Несмешное Ну Это Не Роднеки Это Не Роднеки Не Не Они Конкретно Гитлерофилы Такие Упоротые Погоди Это Роднеки По сути Дело Нет Роднеки Это Просто Гопники А Эти Они Не Субкультурные Они Реально Слово Отброс Они Такой Знаешь Совершенно Отрицающий Все Такой Антисошел Человеческий Мусор Может Это Есть Панк Может Быть Это Есть Панк Отчасти Отчасти Я с тобой Согласен Ты знаешь Я Вчера Илюху Мародера Слушал Про Его Рассказ Про Мародера И он Рассказывал Там История Про Там Там Знаешь Как Там Были Персонажи Ну 90 Понятно Да Которые Типа Как Скины Как Но Но На самом Теле Они Просто Именно Антисошел И Вот Мне Кажется Что Эти Все Персонажи Которых Я Здесь Видел Они Ну У них Голова Забита Исключительно Гитлером И Вот Эти Идеи Белого Превосходства Вот Но Как Ты Понимаешь В Америке Это Ну Это Примерно Приравнивается К тому Что Ты Устально Отстал И Мы Состоим Бориском Распи Уже Около Года Так Ага Окей Есть Одна Вещь Которую Я Не Понимаю Может Скажешь Уже Дворняга Чувак Ты Меня Уже Злишь Блять Окей Окей Я Понимаю Почему Мы Должны Ненавидеть Ниггеров Ладно Ага Они Выглядят Иначе Ходят Иначе Иначе Разговаривают Это Понятно Но Евреи Чувак Почему Мы Должны Ненавидеть Евреев Я Узнал Что Джерри Спрингер Еврей Джерри Мать его Спрингер Чувак Да Если Я Увижу Его На улице Я Ему Жопу Расцелую И попрошу Автограф А Теперь Послушай И послушай Хорошенько Если Еще Расскажешь Такое Тогда Поможет Мне Бог Я И твою Задницу Перееду Тоже Я Тоже Не знаю Чувак Понятно Я Тоже Не знаю В смысле Черт Я Даже Черных Не Ненавижу Короче Смотри Свастика Не запрещена Но Запрещена Конфедерация За флаг Конфедерации Ты реально Можешь Присеть Одна Свастика Ну На тобой Там Как бы Поголовятся Скажут Просто Гулять Там Типа Что ты На этом Дурачок Иди Восвоя Своя 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 Но При этом Они На самом деле Они Достаточно Агрессивные Частично Опасные Но Потому Что Но Они Не Совсем Решены Здорового Смысл Не Погоди Погоди А что это Они Агрессивные У них Что Какая-то Поддержка Есть У нас Допустим В России Допустим ЛДПР Поддерживает Все Если Что Надо Как бы Это Делают За Русский Народ За Россию За Новую Силу За ЛДПР А у У вас Там Что Поддержит Ну Там Не то Что Поддержка Они Знаешь Как Например Как Регистрации Ходят Кучками А Есть У них Группы Какие Есть У них Веселые Группы Какие Смешные Может Ютуб Послушать Есть Сто Путово Есть Я Просто Не Очень Знаком С Этой Сцены Это Такая Супер Субкультурная Антеграундная Телега Антеграунд Конечно Но Ты Врубаешь Телега Калифорнийских Фашистов Я Калифорнийских Фашистов Только GTA Видел В GTA Есть Какую Миссию Выполняешь Каких Русских Спасти Мексиканцев Убить Там Чего-то Какой-то 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 Все Ты знаешь Все Что в GTA Не решено Смысла И Практически Все Что называется Основанно Реальных событий Если Если Там Вот Если Видишь Какого-нибудь Короче Каждый Персонаж GTA Имеет Прототип В реальной Жизни То есть Никого Придуманного Там Съедут И Вот Любая Возможная Ситуация В GTA Это Реально Как бы Знаешь Она Теоретически Может Произойти В реальной Жизни Ты Че И Тревор Там Как бы Тоже Может Где-то По улице Ходить Ну Естественно Тревор Тоже Списан С какого-то Персонажа У меня Дочь Семь лет Как бы Но она У меня Очень Достаточно Развитая И Она Посмотрела И Говорит Слушай Мы В Калифорнии Не поедем Потому что Там Ходят И убивают По улицам И стреляют Постоянно У всех У них Разрешение На оружие Значит Ну И Ну Нафиг Лучше Мы Деск В церковь Входим Новый Да Здесь народ С новой силой Скупает оружие То есть Когда Сходит Волна Всего Дерьма Скупки Скупки Туалетной бумаги И Риса И туалетная бумага Это Кстати Вообще Что Серьезно Что Ли Это Вы Нам Задали Новый Тренд Как Б А В чем Прикол Нет Знаешь Что Это По-моему Тоже Остралийца Не А Прикол В том То Что Бумагу Покупали Для того Чтоб Снеклот Типа Ты ходишь С рулона Бумаги Для того Что Потрогать И отрываешь Себе Кусочек Трогаешь Через Бумажку Понял Это Не для Того Что Обжираться Гречкой Сидеть Срать И Там Сидеть А Наши Ты Посво Нас Приняли Они Как Бы Сразу Обжираться Гречкой И Срать Черт Повери Как Я Не знаю Я Тебе На самом Теле Скажу Что Туалетная Бумага Как Пик Эта Прошел Но Туалетная Бумага До сих пор Продается Типа Даже Все Не Рулончиком Одним А Упаковка Тринадцать Рулон Ты Не Можешь Купить По Могу Более Двух Рулонов На Себью За Один Президент Вот Такое Короче И Народ Помимо Того Что Они Стали Скупать Рез Туалетную Бумагу Они Еще Ринулись Скупать Тмолы И Там Та Мне Стало Реально Стремно Слушай Я Отключусь Очень Ненадолго Мне Нужно Позвонить Спокойной Ночи Ребята А ты Что Даже Не В Нью-Йорке Как Б И Не В Калифорнии Ты Куда Ты Едешь Я Еду Сейчас Нем О О О О О Ты Как бы Это Анатолий Левочкин Из Группы Как Анатолий З С С С С Название Назовем Ее Группой Призрак Ага, там написание можно написать, а вы хоть какой-то альбом-то записали? Да, альбом записан для меня еще и записан. Не-не-не, с тобой, ну, с тобой. Не-не-не, со мной сейчас, сейчас клип выйдет со мной, буквально. Ну, пока еще не записали, да? Ну, ты очень, действительно, очень, очень все вот оценили, очень органично туда вписываешься, очень, как бы, все прикольно. Потому что все высокие. Не-не-не, я, с моей стороны, как бы, внес, как бы, критику о том, что не надо носить эти черные говнарские майки. Я помню, помню. Ну, как без них, как без них? Ну, одень что-нибудь другое, ну, какую-нибудь рубашку, не знаю, как... Не знаю, ну, как бы, может, пузырь. Ну, то, что эти майки, они настолько реально надоели, как бы. Ну, мне так кажется, что это просто, ну, какой-то... Либо дань, либо дань, как бы, чему-то вот этому... Я не знаю, чему это дань, короче, надо носить водолазки. Бадлоны, 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 тогда носить надо. Бадлоны и мастерки. Ну, ладно, на этой оптимистической ноте, как бы... Ну, давай. Прощаемся, до новых встреч, как бы. Всего наилучшего. Давай. Пока. Пока. Программа «Из глубины». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...